Смена рода деятельности для одних сродни катастрофе, в то время как другие меняют работу словно перчатки. Перемены к лучшему, считают оптимисты. Взглянем на ситуацию изнутри и разберемся в основных причинах трудовой нестабильности, а также предложим наиболее благоприятные сценарии развития подобных ситуаций. К самым частым причинам смены работы можно без сомнения отнести дисбаланс личных интересов и материальной составляющей. Вы проработали несколько лет на одном месте, но зарплата не увеличивается, а после обращения к начальству ничего не меняется. От этого и возникают мысли о поиске новой работы, так как заработная плата перестает устраивать человека, особенно если в других организациях специалисты этого уровня получают намного больше. Несмотря на очевидность решения, многие из нас боятся сделать этот шаг и сменить работу. Где набраться решительности, каждый выбирает сам. Мы же приведем заграничный пример, где смена работы каждые несколько лет вполне себе привычная ситуация. Некоторые не ограничиваются лишь новым местом, а идут дальше и постигают абсолютно новый для себя вид деятельности. Проработав на одном предприятии несколько лет, работники ощущают, что смогли бы справиться с более сложной работой, то есть начинают задумываться о повышении и карьерном росте. Если возможности продвинуться нет, то человек просто уходит при первом же удобном случае на более высокую должность в другую компанию. На сегодняшний день проблем с поиском вакансий не возникнет при наличии доступа к интернету. Однако бывает такое, что усталость умело маскируется по целый список причин для увольнения. Выгорание на работе не метафора, а факт. Справиться с хандрой можно разными способами. В свободное время уделите больше внимания любимому занятию, а еще лучше просто отправиться свое время на отпуск. Причем следует остановиться на варианте, который максимально контрастирует с вашей деловой рутиной. Заняты по большей части бумажной работой? Отправляйтесь в экстремальный поход? Вертитесь как белка в колесе среди клиентов встреч и конференц-колов? Поваляйтесь на пляже по возможности в далекой стране или на печке в деревне? В большинстве случаев хороший отдых развеет недовольство от работы и позволит с новыми силами пуститься в погоню за успехом. Еще один из главных вопросов, которые мы себе задаем, не поздно ли менять профессию? Такие опасения, конечно, не беспочвены. С возрастом вероятность успешной карьеры в новой области падает, но при этом она никогда не приближается к нулю, даже если вам за 50 переквалифицироваться вполне реально. Актуально это и в нашей стране. Главное знать, в чем ваши конкретные преимущества. Помните, что изначально на новом рабочем месте зарабатывать вы будете меньше. Впрочем, это не так уж и страшно. Во-первых, можно искусно себя продать и попасть в те 10%, которые не теряют в деньгах и ранге. Во-вторых, если найдете свою нишу уже на новом месте, то легко сможете продвигаться вверх и вернуться к привычному уровню дохода. Помните, у вас есть преимущества. Вы смотрите на новое для вас поле с совершенно другого ракурса. Каким бы ни было ваше решение, держите в уме фразу, четко описывающую современный рынок труда. Лучший путь к стабильности – это готовность к нестабильности.